МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народные новости в студии Татьяна Бажанова. Здравствуйте! В начале выпуска его главные темы. В Розаевском районе новые глава. Кому доверить судьбу муниципалитета, решил Совет депутатов. Марафон добрых дел Юлия Оглоблина вручила подарки для детей-медиков. Все для активного отдыха. Поблизости от Мордовии-арены открылся ледовый каток. 50 оттенков белого в музее Эрзи прошел квест по картинам Федота Сычкова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне долгих выходных позаботиться о безопасности и соблюдении противоэпидемических мер особенно важно. Речь об этом шла на заседании Республиканского оперативного штаба 30 декабря. Также обсуждался ход вакцинации и ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Подробности в сюжете. Руководитель региона отметил, в период новогодних праздников органы власти должны работать в режиме повышенной готовности. Необходимо обеспечить строгое выполнение противоэпидемиологических ограничений. Впереди большое количество праздников. Поэтому наша задача обеспечить безопасность жителей Республики в ходе их проведения и не допустить роста заболеваемости. Не секрет, что у нас появится много гостей, а многие уедут и потом вернутся. В этом есть риск определенный. Задача правительства в период нерабочих дней во-первых, обеспечить бесперебойную систему работы здравоохранения, создать условия для проведения отдыха граждан, мы говорили, больше на свежем воздухе, который максимально исключает передачу вируса, если таковое объявится. Ну и главам муниципалитетов, я обращаюсь с просьбой, максимально следите за теми ограничениями, которые введены указом. Надо будет усилить контроль за соблюдением действующих противоэпидемических мер в местах массового скопления людей. И чтобы не было других вопросов, не накладывались они друг на друга, бесперебойную работу коммунальных ресурсоснабжающих предприятий. Заместитель председателя правительства Мордовии Галина Латванова доложила, на 29 декабря в республике в ковидном режиме функционируют тысяча коек. За неделю удалось вывести еще 130. В ближайшие дни в обычный режим работы вернется Кавылкинская ЦРБ. Работа лаборатории и пунктов вакцинации в каникулы будет продолжена. Мы все дни, кроме 1, 2 и 7, будем проводить тестирование, будем проводить ПЦР. И выездные, и прививочные пункты будут работать. Для того, чтобы достичь коллективного иммунитета, осталось вакцинировать 69 700 человек. Первым компонентом привито 64,9% взрослого населения Мордовии. Отечественная вакцина работает, в том числе, против новых штаммов коронавируса. Вакцина спутника института Гамалея, она эффективна против омикрона. Она эффективна в том случае, если человек вакцинирован и ревакцинирован через 6 месяцев. При наличии напряженного иммунитета у человека, он от омикрона защищен. Поэтому глубоко ошибаются те наши люди, кто считает, что получив QR-код действия на один год, они полностью отстрелены от вакцинации. Такая информация, она витает и в министерствах, и в различных организациях. Поэтому я еще раз заявляю официально о том, что эффективный коллективный иммунитет формируется только лишь тогда, когда люди вакцинированы и через 6 месяцев пришли на повторную вакцинацию. Кроме того, на заседании оперативного штаба рассмотрели обращение предпринимателей о частичной отмене QR-кодов. Напомним, во время встречи с главой республики бизнес-сообщество попросило на каникулах разрешить свободный вход в торговые центры с 8 до 17.00. Выслушав специалистов, вынесено решение, что пока это делать нецелесообразно ввиду напряженной эпидситуации. К повторному рассмотрению вопроса рабочая группа вернется на очередном заседании 3 января. Кроме того, Артем Сдунов поручил исполняющему обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Алексею Грибанову в кратчайшие сроки разработать дополнительные меры поддержки для объектов малого и среднего предпринимательства. Юлия Мамаева, Народные новости. Новый год с новым главой муниципалитета встретят жители Розаевского района. Кто возглавит самый крупный по численности населения район, было решено на сессии Совета депутатов. Участие в ее работе принял глава Мордовии Артем Сдунов. С подробностями Ольга Данилова и Владимир Надькин. На повестке сессии Совета депутатов Розаевского района пять вопросов. Первые выборы нового руководителя района. Александр Сайгачев покинул этот пост по собственному желанию чуть меньше месяца назад. На эту должность претендовали четыре кандидата. Все они прошли отбор и были допущены к голосованию, которое начали с Александра Юткина, поскольку его заявление было зарегистрировано первым. Кандидатуру Александра Юткина депутаты поддержали единогласно. Кто за? Прошу опустить. 6 декабря 2021 года Александр Юткин занимал должность первого заместителя главы Розаевского района. До этого более 15 лет посвятил работе в администрации Саранска. Последние 10 лет занимал должность главы администрации Ленинского района городского округа Саранск. Выступая перед депутатами, Александр Юткин отметил, за последние годы Розаевский район взял хороший темп развития. Эта тенденция будет продолжена. Мне понятно, те проблемы, те вопросы, которые перед нами ставят жители района, глава республики. Я за это короткое время увидел тех людей, с кем мы будем это делать. Это депутаты государственного собрания, активы, депутаты районные, главы сельских поселений. Это на самом деле люди, которые знают свой район, которые ратуют за свой район. И вот на этом будем опираться. По словам Артема Сдунова, Розаевский район за последний период заметно продвинулся вперед. Было много федеральных гостей высокого уровня. Но работы предстоит много. Нужно привлекать инвесторов, развивать сферу бизнеса, увеличивать бюджетные поступления. Отдельного внимания требует коммунальная сфера, в частности, требует решение проблемы, связанной с водоканалом. Это, наверное, самый серьезный вопрос, Саня Борисович, с которым вам придется вместе разбираться. Вы не один будете, но разбираться нужно. Запутанная история, страдают люди, поэтому в самый кратчайший период. Кроме того, я предлагаю не снижать темп участия района во всех федеральных, республиканских программах. Это, прежде всего, дорожное строительство, поддержка бизнеса. У нас особый статус, ТОСР. Александра Юткина на должность главы Рузяевского района избрали на пять лет. К своим обязанностям он приступит с 31 декабря. Ольга Данилова, Владимир Надькин, Народная новость. В канун Нового года поздравления принимали и медики. В преддверии праздника депутат Госдумы от Мордовии Юлия Оглоблина подарила сладкие подарки детям тех, кто трудится в красной зоне. Сладости получили медработники четырех больниц республики. Подробнее Юлия Мамаева и Станислав Семин. Борьба с вирусом продолжается на всех фронтах. Медики республики спасают не только взрослые, но и детские жизни. Так, в детской республиканской клинической больнице развернуто 10 реанимационных коек для маленьких пациентов с диагнозом COVID-19. По состоянию, на 29 декабря шесть из них занято. Рядом с детьми и день, и ночь. Они герои в белых халатах. И даже в Новый год многие из них останутся на своем посту. Юлия Оглоблина приехала в больницу, чтобы поздравить героев сегодняшнего дня с наступающим праздником, а также презентовать сладкие подарки для детей-медработников из красной зоны. Спасибо каждому. Поздравления. Действительно, зная, в каком режиме вы работаете, а врачи, которые трудятся в красных зонах, особенно. Напряженная такая обстановка, и они же в защитном костюме. То есть, вот даже выдержать в таком дирайвании. И, конечно, дети, видя глаза, видя вот эту поддержку, идут быстрее, идут поправку. Я уверена, что много даже от отношений зависит. Всего сладкие подарки были переданы в четыре ковидных госпиталя. Сладости также подарили медикам Республиканской клинической больницы номер 4, Республиканской инфекционной больницы и Розаевской ЦРБ. Воплотить в жизнь эту добрую акцию депутату помогли волонтеры и помощники. Акция запустила «Единая Россия». Конечно же, я подключилась, не могла не подключиться, потому что это дети врачей, работающие в красных зонах. Я очень рада, что подключились к акции ребята, общественники. Сегодня со мной волонтеры-медики были. И у меня есть штаб общественной поддержки, тоже ребята из этого штаба подключились, развезли, потому что не всем, не до всех я доехала сама, поэтому спасибо большое ребятам. Юлия Мамаева, Станислав Семин, Народные новости. Накануне Нового года детские мечты продолжают сбываться. Одно из пожеланий, исполнить которые выпало министру спорта и молодежной политики Мордовии Александру Савилову было особенно необычным. Маленький мальчик захотел попасть в гости к сотрудникам кинологической службы. Как прошел визит, как встретили его инструкторы и их четвероногие напарники, расскажем далее. К благотворительной акции «Елка желаний» по доброй традиции присоединились представители органов власти Мордовии, в их числе и министр спорта и молодежной политики Александр Савилов. Он решил порадовать сразу нескольких ребят и сорвал с елки целых три пожелания. Одно из них министру удивило. Роман Шельдяев мечтает побывать в роли кинолога. И накануне праздника желание осуществилось. Роман посетил Центр кинологической службы Республиканского МВД. Увидеть, как работают полицейские собаки мальчик хотел давно. Теперь и сам заинтересовался работой кинолога. Что там фильмы какие-нибудь, может, они такие, будут быть, спасают там иногда людей. арестуют вот этих воров, ищут людей пропавших. Вещь какую-нибудь, которая там пропала, многоценная. Это я тоже решила дрессировать за ней, бессировать ее, ухаживать за ней, гулять с ней. Мальчику дали примерить спецодежду кинологов, рассказали о тонкостях воспитания служебных собак и познакомились с четвероногими помощниками. Прокатился Рома и на полицейской машине. Ирина Семенова, Народные новости. Теплые слова в преддверии праздника звучат не только в адрес малышей. В рамках акции «С Новым годом! Ветеран» депутат Госдумы от Мордовии Юлия Оглоблина навестила участника Великой Отечественной войны Герасима Филипповича Нияскина из поселка Торбеева. Юлия Оглоблина тепло поздравила ветерана с наступающим Новым годом, вручила поздравительные открытки от главы Мордовии, регионального отделения партии «Единая Россия» и продуктовые наборы к праздничному столу. Депутат поблагодарила Герасима Филипповича за его вклад в приближение Дня Победы, а также за труд в послевоенные годы. Пожелала крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Ледовые катки на свежем воздухе отличное место для активного отдыха в зимний период. Тем более, что в Саранске их хватает. 29 декабря рядом со стадионом Мордовия-Арена состоялось открытие еще одного ледового катка под открытым небом. В числе первых лед опробовали Ирина Суконкина и Владимир Надькин. Каток классической прямоугольной формы. Его длина 70 метров. В честь наступающего нового года его украсили яркими гирляндами и праздничными атрибутами. Ледяную площадку разместили возле третьих ворот стадиона Мордовия-Арена. Программа открытия катка была насыщенной, ведь вокруг него выстроен настоящий зимний городок. Это все сделано в рамках направления многофункционального использования стадиона Мордовия-Арена. Это наш пилотный проект, поэтому не судите строго. Здесь расположен каток, резиденция Деда Мороза, также пункт проката коньков. Каждый желающий может прийти, посмотреть, испробовать. Свежий воздух, глоткий лед и музыка доставят истинное удовольствие как любителям активного отдыха, так и новичкам. Первые посетители уже успели испытать каток на прочность, оценить ледовое покрытие и поделиться с нами своими впечатлениями. Лед замечательный, отличное место для отдыха детей и взрослых. Конечно, на праздники и на каникулы обязательно еще придем и вся зима еще впереди. Я постараюсь приходить еще сюда, потому что у нас много тренировок, мы и так не успеваем, но в выходные буду стараться чаще приходить сюда с друзьями и проводить еще веселое время. Я буду сюда приходить каждый раз, когда будет свободное время, зачеты сданы, экзамены тоже, но экзамены, правда, еще некоторые впереди, так что я надеюсь, что буду тут чаще. На территории катка есть все необходимое для полноценного отдыха, помимо катания на коньках. На его территории можно согреться горячим чаем. Теплые раздевалки и прокат коньков работают по будням с 3 до 9 часов вечера, выходные и праздничные дни с часу до 9. Прокат коньков обойдется в 50 рублей. Вход на каток со своими коньками абсолютно бесплатный. Ирина Суконкина, Владимир Надькин, Народные новости. Онлайн-конкурс на лучшую снегурочку среди представительниц учебных заведений и творческой молодежи прошел в городском дворце культуры. В течение нескольких дней девушки присылали видео с творческими номерами. В онлайн-формате они читали стихи, танцевали, пели песни и поздравляли жителей Мордовии с наступающим Новым годом. Соревновались девушки в нескольких номинациях. Визитная карточка участницы должны рассказать о себе в произвольной форме проза, стихи и песни. Творческий номер, танцевальный, вокальный, инструментальный жанр, инсценировка, миниатюра или изготовление новогодней игрушки. И новогодние развлечения, игра со зрителями, массовая игра, интерактивная игра, викторины, песни, танцы. Новогодние игрушки, свечи, хлопушки в лёд, а весёлые зверушки ой, вернули то. В русской культуре снегурочка имеет большое значение, ведь у других народов Деда Мороза или Санта Клауса никто не сопровождает. У нас же образ этой милой девушки, одетой в белые или нежно-голубые одежды, полюбился детворе, да и у взрослых тесно связан с Новым годом. Новый год праздник семейный, весёлый и громкий. Много музыки, поздравлений, залпы праздничного салюта и пиротехники попроще прямо во дворах жилых домов. Праздник праздником, но веселье не должно выходить за рамки закона. Чтобы не омрачить долгие выходные себе и окружающим, не лишний будет вспомнить, как отмечать можно, а как нельзя. До наступления главного и всеми любимого праздника Нового года и 10-дневных каникул остаются считанные часы. Выпал долгожданный снег, а город украшен разноцветными огнями. Предновогодняя суета в самом разгаре. Веселье будет бурным, однако перегибать палку не стоит. Правоохранители напоминают, закон о тишине никто не отменял. Любителям очень шумно отмечать все 10 дней придётся ответить за свои поступки. В населённых пунктах, жилых домах и их подъездах с использованием включённых на большую громкость телевизионных приёмников, радиоприёмников, магнитофонов, других громкоговорящих устройств. А также посредством использования пиротехнических изделий, производства ремонтных, строительных, разгрузочных, погрузочных работ, сопровождающихся повышенным шумом, громких выкриков, свиста, игры на музыкальных инструментах, применение других звуковых эффектов, нарушающих спокойствие граждан. За нарушение данного закона предусматривается административная ответственность в виде штрафов. Для граждан административная ответственность установлена в виде административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей. На должностных лиц от 1000 до 5000, на юридических лиц от 1000 до 10000 рублей. Также не стоит забывать и о технике безопасности при использовании пиротехнических изделий. Петарды и салюты можно запускать только, если в радиусе 100 метров нет автомобилей и жилых домов, а также сильного ветра. За нарушение этих правил сотрудники полиции могут составить административный протокол. МВД по Мордовии напоминает, что о фактах правонарушений вы можете сообщить по единому номеру вызова служб экстренного реагирования 112 в любое отделение полиции по номеру 02 или 102 с мобильного, а также в дежурную часть у ФСБ 28 28 28. Валерия Никитина, Сергей Соколов, Народные новости. Сотрудники Росгвардии в преддверии Нового года поздравили юных каратистов. Воспитанники спортивного клуба Тан Рен 29 декабря познакомились с необычным Дедом Морозом и узнали о работе стражи порядка. Дед Мороз специального назначения накануне праздника пришел к самым юным спортсменам. Спортивный праздник для воспитанников клуба Тан Рен устроили сотрудники вне ведомственной охраны. Они дали детям небольшой мастер-класс, показали некоторые приемы рукопашного боя, и рассказали об особенностях своей работы. А каратисты, в свою очередь, продемонстрировали свои навыки. Мероприятие было организовано в рамках всероссийской ведомственной акции Дед Мороз специального назначения. Мы постарались подарить детям волшебную сказку, незабываемое впечатление, а также передать свой опыт в игровой форме. Отдельно хочу заметить, что со всеми упражнениями спортсмены справились на отлично и показали хорошую физическую подготовку. Все ребята также получили от необычного Деда Мороза подарки. Сотрудники Росгвардии пожелали юным каратистам успеха в спорте и подсказали, как их достичь. Создать музей реально главное желание. Пример тому недавно созданный Дом дружбы Ладима Куд в селе Старое Синдрово Краснослободского района. Еще совсем недавно сельчане латали стены и собирали экспонаты для будущего музея. А теперь он распахнул двери для всех гостей. Население села Старое Синдрово это макшане и русские. Живет народ весело и дружно. Именно поэтому старый заброшенный дом превратился в музей Ладима Куд или, как его еще называют, Дом дружбы и согласия. В порядок его привела инициативная группа. Дом 20-х годов прошлого столетия облагородили, начали собирать экспонаты. Сначала по односельчанам, затем и по соседним селам. Мы собрали здесь предметы быта, предметы труда, те, которыми пользовались макшанский народ после революции. Вот такой вот у нас интерьер. К созданию музея присоединилась межрегиональная организация мордовского народа. Совместными усилиями им удалось создать не просто музей, настоящее место притяжения жителей. Открытие Дома Дружбы сопровождалось задорными песнями, плясками и мастер-классами по традиционному мордовскому ткачеству и вышивке от местных мастеров. А для сельских ребятишек Дед Мороз и Снегурочкой устроили настоящий праздник под Новый год. Инициативные люди, когда они горят, их надо поддерживать. И это будет пример у нас. Я говорю, что два больших смысла создания таких. Инициатива людей, творческий центр, который будет работать на село. На село это, во-первых, это большое село и будет привлекать сюда людей. И второе, это будет хороший пример. Это больше, чем просто музей. Трогать экспонаты тут можно и нужно. Особый интерес к старинным предметам быта возникает у детей. Кочерга, коромысла, прялка. Для детей это что-то необычное и интересное. Хотя большинство сельских ребят эти предметы ранее уже видели. Историю своего народа здесь любят и уважают. Традиции мы сохраняем. Сохраняются очень сильные традиции. Мы еще до этих пор в Молдово там поем песни, какие-то поводим обряды. Но и носим национальный костюм не только на праздники, но и одеваемся повседневно. Приезжает даже с города любой человек, любая женщина или мужчина переодевается только в национальное. И можно летом увидеть, что все одеты в национальную одежду. Это душа, душа народа, которую мы стараемся сохранить. Музей создан. В дальнейших планах у сельчан не останавливаться на одном доме дружбы, а расширяться и понемногу создавать целое подворье с каретой, колодцем и сараем для сушки трав. Ирина Суконкина, Народные новости. 50 оттенков белого сотрудники музея Эрзи придумали необычный способ познакомиться с картинами Федота Сычкова на практике. Для этого понадобились листы, ручки и внимательность. О чем идет речь, расскажет Валерия Новикова. Федот Сычков знаменит своими картинами. Чаще всего изображал крестьян. Особенно мила ему была зимняя пора. Именно поэтому работники музея Эрзи посвятили его произведениям Квест 50 оттенков белого. Главный символ зимы снег. Его Сычков писал много раз и всегда по-новому. У нас по волжских народам достаточно однообразное представление белого цвета. Исключение представляют только очень талантливые чуткие художники, которые умеют различить и передать многообразные оттенки внутри одного белого цвета. Таким тонким восприятием обладал наш живописец Федот Васильевич Сычков. Гости пришли по пушкинской карте и им предложили познакомиться с зимними сюжетами на картинах Федота Сычкова в форме квеста. Задача была простой, но интересной. Получив листочки, на которых напечатаны этюды, ребята должны были найти на известных произведениях художника фрагменты. Многие из этих этюдов хранились в запасниках и не демонстрировали широкой публике. Картина расположена по всему залу. Главным было проявить внимательность. С задачей справились быстро, а в награду получили небольшие этюды в виде открыток. Валерия Новикова, Народные новости. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Татьяна Бажанова. Оставайтесь на нашем канале. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова